Христос воскресе Смерти измертвых, смертью смерть поправ, Исущим по гробе живот дорогов. Господи, негвение и малодушия, Якамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, Ежепомрачи лукавое похотение, Господи, во мне грешнем, якоб благословенный си вовеки. Аминь. Нельзя быть христианином, если мы не знаем цели и смысла нашей жизни, если наши труды не носят такой последовательный, рассудительный характер, а совершаются стихийно, эпизодически. Очень важно, чтобы христианская жизнь воспринималась с нами как стройное, такое последовательное делание. Некоторые святые отцы сравнивают христианскую жизнь с постройкой дома, когда необходимо все действия совершать последовательно, одним действием не разрушать предыдущего. И вот тогда мы будем ощущать, что Царство Божие, оно действительно приходит в наше сердце, что реальность этого Царства, она все более и более очевидна, что мы приобретаем опыт в духовной жизни. И вот все это дает нам силы и надежду на то, чтобы двигаться дальше. Итак, для того, чтобы нам совершать правильные труды, необходимо знать, вообще для чего мы с вами живем на этой земле. Мне очень нравится взгляд на эту тему свидетеля Игнатия Бринчанинова. В своих сочинениях он часто богословски, философски касается этой темы. Для свидетеля Игнатия земная жизнь человека видится как непрестанное делание для подготовки к вечности. Епископ Игнатий по-другому на земную жизнь даже и не смотрит. Она дана с исключительной целью приготовиться к вечности. Дело в том, что он, конечно, осознавал вот эти истины не просто умом. Вот понять, что человек, это есть временный странник на земле, можно только с помощью благодати Божьей. Вот когда она приходит в наше сердце, то ее первое действие заключается в том, что мы с вами ощущаем, насколько же кратковременна и хрупка наша временная жизнь. Вот беда современного христианства в том, что мы очень сильно прилепились к этой жизни. Епископ Игнатий говорит о том, что некоторые считают только эту жизнь настоящей, а некоторые в безумии думают, что она никогда и не кончится. Хотя часто перед нашим взором Господь показывает и усопших, и мы с вами посещаем и кладбище, и мы видим, что многие наши родственники и знакомые, друзья ушли в мир иной. Их не стало. Но человек почему-то не хочет из этих таких очевидных вещей сделать самый важный урок. Что когда-то и мы вот так же ляжем во гроб, нас так же понесут на кладбище, хорошо, если найдутся такие добрые люди, и так же погребут в землю, и произойдет с нами то, что происходит с каждым человеком. Потому что таким, по таким законам определяется вся человеческая жизнь. Эти законы даны самим Богом. И вот, наверное, первый духовный плод, который должен созреть в нашем сердце, особенно в период Великого Поста, ощущение того, что человек это вечное создание, что человек создан для вечной жизни. Почему так важно нам всем ощутить и пережить вот эту тайну? Тайну соприкосновения с вечной жизнью. Дело в том, что от этого правильного взгляда у каждого человека рождаются такое же правильное отношение и к этой временной жизни. У нас с вами осталось ощущение вечности, но оно очень слабое. Дело в том, что каждый из нас поражен грехом. Поражено наше сердце, наш разум, наша воля, наша совесть, само тело. Поэтому вот эта вот связь с вечностью, она очень слабая. И вот задача человека, который ведет духовную жизнь, который хочет совершить какие-то особые труды во имя Христа, вот ощутить в своем сердце вот более живое ощущение вечности, что мы к ней причастны, что мы некогда в нее вступим, и вся наша последующая жизнь как раз будет проходить именно в вечности. Так вот, для того, чтобы нам эту связь осознать, нам необходимо устранить главное препятствие, которое нам не дает вечность ощущать более реально. И таким препятствием является наша греховность. Дело в том, что греховность, она рассматривается с двух позиций. С одной стороны, греховность человек получает как наследник Адама. Вот младенец рождается в этот мир, выходит из материнской тробы ангелочек, который радует и родителей, и всех родственников. Вот этот ангелочек уже поражен грехом. Это уже с духовной точки зрения живой мертвец. Потому что пройдет совсем немного времени, и вот то семя смерти, которое брошено в него, так как он является потомком Адама, будет в нем все больше и больше набирать сил. Но дело в том, что помимо греховности общечеловеческой, каждый из нас еще добавляет к этому печальному уделу и собственные грехи. Вот здесь как раз кроется самая, наверное, большая духовная проблема. Вот представим себе, что нас поместить всех на небитаемый остров. Мы не будем общаться с людьми, которые нас раздражают, которым мы завидуем, мы не будем там использовать какие-то дорогие вещи, спиртные напитки. Будем жить в такой полной изоляции. И все равно, даже не имея вот этих соблазнительных источников, которые на нас влияют, и которые нас очень сильно портят, это безусловно, все равно тот грех, который живет в нашем сердце, он будет нас также развращать. И вот в этом и заключается, наверное, первый плод такого правильного самовозрения, увидеть себя пораженным грехом. Вот пока человек это не осознает, никакого правильного движения к Богу никогда не будет. никакого ощущения вечности у такого человека тоже не будет рождаться в сердце. Итак, первая причина, которая не дает нам увидеть вот этот вечный мир, куда мы все некогда вступим, это греховная пораженность нашего естества. Но когда человек через жизнь церкви пытается изменять себя, то Господь приходит к нему, приходит своей благодатью. И вот те люди, которые стараются исполнять в своей жизни ивановские заповеди, они, как говорит апостол Павел и многие святые отцы, со временем, не сразу, конечно, получают особое духовное просвещение, духовное просветление. или, как говорит апостол Павел, ум Христов. Вот то, что действительно человека возвращает к некому первозданному состоянию. Вот мы настолько поражены грехом, настолько мы удалились от Бога, от той жизни, которая была задумана Богом в отношении к нам, что даже не можем себе представить, а каким же должен быть человек в очах Божьих. А такой пример нам дан. Этот пример виден где? Во Христе. Вот Христос в Евангелии часто назван совершенным человеком. Не по тем особым способностям ума, красноречия, или красоты, или здоровья. Вот у нас понятие совершенства всегда связано вот с таким, каким-то суперменом, который может поднимать тяжести или что-то очень красиво говорить, а во Христе совершенство другое. Во Христе показан человек, которым должен стать каждый из нас. Вот почему так нам важно видеть Христа как некий образец для подражания. Христе 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 Субтитры создавал DimaTorzok